Добро пожаловать на мой канал! Все чаще мне поступают вопросы от блогеров со стажем и от начинающих блогеров, на какую технику я снимаю. Я считаю, что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, и поэтому я хочу сегодня сделать видео-обзор своей техники. Я не буду останавливаться на технических характеристиках, потому что сегодня я хочу показать, что у меня есть, и также дать советы начинающим блогерам, если у вас ограниченный бюджет. Некоторые мои приятельницы просто восхищаются сумочками Луи Виттон, Гуччи, Майкл Корс, стремятся их купить. К чему я стремлюсь? Это к новой и классной технике. Ничто меня так не возбуждает, не возбуждает? Неправильное слово я подобрала. Ничто меня так не будоражит, не восхищает, как классное качество видео и красивая картинка. Я всегда к этому стремлюсь. Поэтому начнем с малого. Что я посоветую начинающим блогерам? У каждого есть телефон, и снимать можно и на него, если у вас ограниченный бюджет. Что для этого вам нужно? Смотрите, я уже сделала такую вот конструкцию. Это клетка для съемки. Вы подключаете адаптер, к которому вы подсоединяете петличный микрофон, то есть они там стоят 10-15 евро, минимальная цена. Ставите клетку на штатив и начинаете снимать. Если вы не хотите ходить на привязи, вернее снимать на привязи, то вы можете использовать радиомикрофон. У меня радиомикрофон РОДЭ, на который я сейчас и снимаю. Это просто прекрасная вещь, потому что у него есть такая вот прищепка, которую можно прикрепить к горячему башмаку и не только. Также можно прикрепить этот радиомикрофон к одежде и не подключать к нему петличку. Есть в продаже также петлички РОДЭ, это уже профессиональные микрофоны. Хочу показать еще небольшой лайфхак, потому что есть одна проблемка, когда вы пользуетесь микрофоном РОДЭ. Смотрите, какая проблемка. Здесь очень хорошая ветрозащита. И вот эта вот меховушка очень спасает, но она постоянно падает с РОДЭ. Что я делаю в таком случае? Закрепляете ее такими вот маленькими силиконовыми резинками. У меня сейчас прозрачные силиконовые резинки для волос, но можно их купить в черном цвете, и тогда их совершенно не будет видно. И, как вы видите, получается все аккуратненько, и ветровая защита уже точно никуда не денется. Если вы хотите брать у кого-то интервью, то есть такой вот бюджетный вариант. Это микрофон для двух человек. Длина кабеля здесь, наверное, метра три. Точно не помню, нужно посмотреть. И в комплекте шла вот такая вот ветровая защита. Качество звука мне тоже нравится, когда я использую эти микрофоны. Все ссылки того, о чем я сейчас рассказываю, я оставлю под видео. Вы можете посмотреть точное название этой техники и найти и купить в магазинах той страны, в которой вы живете. Но если вы живете в Германии, то я вам советую покупать всю технику на Амазоне. Почему я покупаю технику там? Во-первых, вы можете месяц пользоваться техникой, протестировать ее, если вам не нравится, отправить назад. По крайней мере, у меня с ними никогда проблем не было. Если мне что-то не нравилось, было плохое качество или я была недовольна результатом, я все возвращала. Не было никаких претензий ко мне, споров. Это можно сделать, конечно, в том случае, если вы ничего не испортили. Это во-первых. Во-вторых, там продается как новая техника, так и бушная. Я покупаю не только новую технику. И иногда попадается бушная техника, она реально как новая. Поэтому под видео я оставлю ссылки на всю технику на сайте Амазон. Так, возвращаемся опять к этой клетке. Какие здесь есть возможности? Здесь есть несколько холодных башмаков, куда можно установить свет, также микрофоны. В данном случае у меня микрофон роды. Но что мне здесь не понравилось, что иногда, когда я снимаю на другую камеру, вот эти вот волоски видно в объективе. Поэтому мне пришлось подстричь вот этот вот мех. Свет по поводу вот этого накамерного света. Чем он хорош? Тем, что его можно бросить в карман. Здесь регулируется яркость. Он работает от батареек. И его можно между собой соединять. Посмотрите. Здесь есть холодные башмаки. Поэтому можно еще по бокам сделать дополнительно свет. Вот здесь по бокам и построить целую большую матрицу из этого света. Поэтому это очень удобно, я считаю. Если вам нужен свет посерьезнее, то вы можете использовать такой вот накамерный свет. Он недорогой, стоил примерно 39 евро. И в комплекте были несколько цветных фильтров. И он работает полтора часа от такой вот батареи. Если вы не хотите покупать клетку для телефона, то с такой вот палки для селфи вы можете снять вот эту вот штучку. Я не знаю, как она называется. Напишите в комментариях, если вы знаете. Вставляете сюда телефон. И прикручиваете вот эту вот штуку на штатив. И снимаете. Тоже прекрасный дешевый вариант. Прежде чем купить какую-то технику, я смотрю видеообзоры. Я никогда спонтанно не покупаю технику. Я смотрю видеообзоры на русском языке, на немецком. Иногда я заобретаю в такие дебри. На Амазоне ищу какую-то технику, обзора которой нет на русском или на немецком языке. Я смотрю обзоры на английском языке. Иногда я могу себе что-то выбирать две недели. Каждый день что-то смотреть, искать. Так что я считаю, что у меня уже богатый опыт. И мне действительно есть чем поделиться. Раньше у меня была другая радиосистема, которая подвела меня два раза. Во время коммерческой съемки я занимаюсь не только блогингом. Я занимаюсь также видеосъемкой. Вот здесь она у меня в чемоданчике. Такая радиосистема, которую я собираюсь продавать. Она мне больше не нужна, потому что на нее нельзя надеяться. Это у меня система боя. Она более тяжеловесная. Сейчас я покажу. Она выглядит как новая, не поцарапанная нигде. У меня даже еще пленочка осталась. Поэтому я хочу ее продать на сайте ebay. Но в чем она меня подвела? Потому что я настраиваюсь на какой-то канал. Идет нормальный звук, запись. И тут через какое-то время идут радиопомехи. И появляется шум. Я настраиваюсь на другой канал. Через какое-то время появляется то же самое. Этого невозможно избежать. Потому что везде есть Wi-Fi, телефоны, какие-то радиоволны. Но как обещали блогеры на YouTube. Вот эта вот система комика в таких случаях никогда не подводит. Помехи могут быть в том случае, если вы отвернулись от камеры. Загородили своим телом. И уходите на несколько метров. Но такого я делать не собираюсь. Поэтому этой радиосистемой я довольна. Так, переходим к более дорогим вариантам съемки. Последнее мое приобретение, которое я купила 2 месяца назад. Это GoPro камера 8. Она у меня вставлена в аудиомодуль. Этот аудиомодуль нужен для того, чтобы улучшать звук. Также здесь есть холодные башмаки, в которые можно вставить микрофоны или свет. А также вот этот вот свет тоже прекрасно сюда впишется. Из-за того, что он очень компактный. Сейчас покажу. Хотя продается отдельно свет для восьмерки уже. Но этот свет тоже смотрится довольно-таки неплохо. И сюда можно подключить вот эту вот радиосистему. Сбоку подключаете. Очень удобно и компактно. Все. Подключаете и снимаете видео. Здесь просто обалденная стабилизация. GoPro может включаться и выключаться, снимать видео, фото по голосовой команде. Хорошая цветопередача. Я этой покупкой очень довольна. Это действительно камера для тех, кто хочет снимать все, иметь ее под рукой. Она очень компактная, легкая. Я ее покупала в наборе с вот этой вот треножкой. Здесь также есть небольшая палка для селфи. Вот. Можно идти и снимать саму себя. И дает очень хорошую картинку и стабилизирует видео. Камера, на которую я снимаю уже года 4, наверное, это камера Sony. Это у меня была основная камера для влогов. Чем она хороша? Откидываем дисплей. Все. Объектив открылся. Камера готова к съемке. Не нужно ничего больше устанавливать. Дает тоже хорошую картинку. Она компактная. Хорошо сидит в руке, как вы видите. Тоже здесь неплохая стабилизация, как для таких габаритов камеры. Можно подключить наушники, микрофон. Хотя здесь заявлена камера 4К, но 4К здесь очень плохое. Даже не надейтесь на хорошее качество в 4К. Это просто, я думаю, был маркетинговый ход, так сказать. Когда я начала заниматься коммерческой видеосъемкой, мои знакомые начали меня спрашивать, а ты только видео делаешь или фото тоже? Я подумала, почему я не занимаюсь фотографией? Ведь мне это всегда нравилось. И что я сделала? Я начала развиваться тоже в этой области. Я закончила курс по обработке фотографий в Lightroom и в Photoshop. Подучилась и купила себе фотокамеру Sony A7R II. Это моя малышка, я ее очень люблю, потому что она маленькая, компактная. Очень хороший баланс белого. Также фокусировка, неплохая стабилизация. Но что мне не нравится, что здесь нет поворотного экранчика. Вот видите, это и все ее возможности. Но я нашла выход из ситуации и купила себе накамерный монитор. С помощью которого я могу видеть, что я снимаю. Потому что, когда я снимаю сама себя, мне ничего не видно. И качество может быть не очень, если не следить за этим процессом. Еще я снимаю на эту камеру для того, чтобы размыть задний фон. Сделать красивое баке. Что невозможно с помощью вот этой вот видеокамеры. Сейчас я снимаю на другую камеру. Это у меня уже старая модель. Она 2012 года. Поэтому я про нее ничего даже рассказывать не буду. В ней не очень хороший баланс белого и фокусировка. Но очень большой плюс, что можно снимать 6 часов без перерыва. Поэтому я ее использую для общего плана при коммерческой съемке. А также сейчас, чтобы показать всю свою технику, я решила снять на нее. Это камера Sony со съемным объективом. Поэтому, собственно говоря, я и сделала выбор в пользу вот этого фотоаппарата. Потому что у меня уже были объективы. Какое зеркало я использую? Здесь у меня сейчас стоит зеркало 16-50. Да, 16-50. Диафрагма 3, 5, 5, 6. Но этот объектив я использую очень редко. Потому что это стекло очень дешевое. И снимают только хорошо при дневном освещении. В основном я снимаю на фикс-объективы. В данном случае у меня фикс-объектив 35-ый. Диафрагма там 1,8. И у меня есть еще один фикс-объектив, который дает более красивое боке. Sony диафрагма 1,8 здесь. Я еще хотела сказать, что у меня есть еще один микрофончик. Тоже от Sony. Почему я его купила? У меня уже был практически такой же от Роды. Но вот этот вот микрофон от Роды, он подключается в разъем с помощью кабеля. А вот этот вот микрофон, он питается от камеры. Прикрепляется на горячий башмак. И что оказалось? Что оказалось? Когда я вот этот вот микрофон от Роды прикрепляла к этому фотоаппарату, то в видео был шум. Я сначала не поняла, в чем дело. Я фотоаппарат отдала в сервис, потому что у меня была на него гарантия. Хотя я купила бэушный. Они все проверили и сказали, что фотоаппарат работает отлично. Никаких претензий у нас к нему нет. Поэтому я купила вот этот вот микрофон. Подсоединила его к фотокамере. И все, шумы исчезли. Представляете, как микрофон с разной техникой себя по-разному ведет. А также мне еще нравится, что к этому фотоаппарату можно докупить такой вот пульт управления. И управлять фотоаппаратом. Это очень удобно. Так, что еще хотела сказать по поводу стабилизации. Если вы хотите снимать какие-то динамичные кадры, то, конечно же, той стабилизации, которая есть в ваших видеокамерах, будет недостаточно. Поэтому я купила такой вот стабилизатор Moza. Почему я взяла именно эту модель? Потому что вот эта камера отлично в него вписывается. А также фотоаппарат тоже. Я снимала танцы, используя вот этот вот стадикам. Он меня, конечно же, выручил. И у меня получились очень плавные и красивые кадры. И на этом у меня все. Если у вас еще будут вопросы, то спрашивайте в комментариях или пишите мне в инстаграме или на электронную почту. Я надеюсь, что это видео было для вас полезным. Всем пока!